Приветствую вас! Я сразу хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы не задаёте вопрос. Вы не задаёте вопрос, вы просто говорите, что делать, я не знаю, но при этом остаётся открытым момент, такой момент, что делать, чтобы что. Вот в этой ситуации, да, в этой ситуации, в этой истории, что делать, чтобы что. Непонятно. Поэтому я думаю, что и вам нужно начать с того, взаимодействие с психологом вам нужно начать с того, чтобы именно, значит, сформулировать вопрос. Какой вопрос вы хотите задать нам, именно нам, психологам. Вот. Потому что, пока, на данный момент, ну, вообще-то говоря, совершенно непонятно, чего именно вы хотите от нас, от психологов. Какую свою проблему вы хотите решить? И хотите ли вы её решить, свою проблему? Понимаете? Ну, вот. Поэтому я думаю, что начинать нужно всё-таки именно вот с этого момента, да, именно с момента такого, чего вы хотите, с момента вашего запроса. Это первое. Значит, второе. Вы пишете, что вашей дочери 16 лет, и она убеждена в том, что никому не нужна, кроме своего парня. Значит, ваша дочь является зависимым человеком. Является зависимым человеком. Является, точнее, она созависимым. Что зависимым партнёром. Что зависимой личностью. Вот. Что говорит о том, что у неё занижена самооценка. И самооценка занижена, в общем и целом, достаточно сильно. И как вы, я надеюсь, понимаете, что самооценка не может быть занижена на ровном месте. То есть, если самооценка у неё занижена, значит, что-то этому способствовало. И как вы, я надеюсь, понимаете, способствовать этому могли только вы. Только вы и ваше отношение к ней. Поэтому, в первую очередь, то, что нужно сделать, это, значит, относиться к дочери более ценностно. Уважать её решения, какими бы они, эти решения вам не казались глупыми, неправильными, опрометчивыми и так далее. Самая же ваша дочь, она уже с вами не разговаривает, да, и, соответственно, дальше, скорее всего, будет только хуже. Вот. Значит, вам необходимо, нам необходимо с ней как можно спокойнее поговорить на тему того, почему она считает, что вы её используете. То есть, что заставляет её думать, что вы её используете, какие ваши действия заставляют её думать о том, что вы её используете. И самое главное, что вы можете сделать для того, чтобы она перестала считать, что вы её, собственно говоря, используете. То есть, ну, можете ли вы сделать что-то для того, чтобы она перестала думать, перестала считать, что вы её используете. то есть можете ли вы для этого что-то сделать, для того, чтобы она перестала считать подобным образом. То есть как ей было бы комфортно, как ей было бы удобно, что бы для неё было лучшим, например, вариантом в этой ситуации, как бы для неё было лучшим вариантом в этой ситуации и так далее. То есть постарайтесь создать максимально комфортные условия в первую очередь для неё. Если вы хотите наладить отношения с дочерью, я вот проблема в чём, не знаю с чего вы хотите, постарайтесь наладить отношения с дочерью максимально комфортные для неё. Договоритесь, например, делиться всеми переживаниями по поводу того или иного действия каждой из вас. Допустим. Понимаете? Самооценка у ребёнка понизилась не просто так. Самооценка у ребёнка понизилась не на ровном месте. Понимаете? И вот эта вот борьба, которую она сейчас развернула против вас, против всего мира, бунта, это попытка защитить, защитить свою целостность против угрозы, которую она ощущает. И первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание в контексте угрозы, это, конечно, правила дома. Что это за правила дома? Кто их устанавливает? Насколько эти правила дома гибкие по отношению к человеку? Насколько они ориентированы на самого человека, например, эти правила дома? Вот. И какой резон и стимул человеку, ну, например, вашей дочери, их выполнять? Зачем нужны правила? Для чего нужны правила? Откуда возникла надобность в правилах? Наталья, вот, как вы думаете, сами, как вы думаете, откуда возникла нужда, необходимость в правилах? И имеет ли смысл правила, если они, ну, скажем так, не ориентированы на самого человека? Например, если эти правила ориентированы исключительно только на самих себя, вот. То есть это вот то реально, на что вам я рекомендую обратить самое пристальное внимание, потому что это, ну, действительно важно. Ибо если ваша дочь реагирует вот так, то к ней, ну, как минимум, нужно прислушаться и что-то поменять. Там ещё, если ребёнок не пишет уже, вот, если разговаривает и только пишет, значит, ну, вероятно, по какой-то причине она поняла, что писать уже, то есть писать это единственный выход, говорить как бы нет никакого абсолютного смысла. Вот. Я понимаю, что вы сейчас скажете, что я на стороне вашего ребёнка. Это так, потому что ребёнок менее защищён, чем вы, и у него меньше способов для, ну, скажем так, может быть, для выживания в мире, вот. Поэтому уважать, в первую очередь, ну, на ребёнка, и не принуждать его к тому, что, например, он делать не хочет. Но при этом, при этом важно не пригнуть палку в другую сторону и не дать ему понять, что он вообще может делать всё, что угодно. То есть необходимо дать ему прочувствовать именно последствия, последствия того, что происходит, последствия того, что может быть, вот. Дать ему понять, что за любыми, грубо говоря, действиями, за любыми поступками всегда будут какие-то последствия. И если быстрее она это поймёт, тем лучше будет для неё. Ну, у меня такое ощущение, что вы дали ей, даёте ей это понять. Нет. Потому что у вас правила, вот. Там, где правила, там практически всегда есть такой элемент, да, как, ну, мнимая безнаказанность, мнимая свобода, мнимое угнетение, вот. И, к сожалению, к сожалению, сейчас ваш ребёнок чувствует именно это. Он чувствует мнимое угнетение, считая, что, в общем и целом, может, его совершенно незаслуженно, совершенно незаконно, да, заставляет делать какие-то вещи, которые она делать, ну, совсем не хочет, например. Ну, вот. Понимаете? Какая история. То есть вы ей, возможно, даже не даёте почувствовать себя взрослой, вы не даёте ей ответственности. И я предполагаю, что выбор, который вы ей дали, то есть вот, либо она живёт в общежитии, либо живёт по правилам дома, это не выбор. Это раз. Второе, это надежда, что она испугается, что она не уйдёт и будет жить по вашим правилам, по вашим законам. Вот. И тут у меня вопрос возникает к вам, насколько вы, значит, заботитесь о себе, самой, насколько вы с удовольствием делаете то, что вы делаете, вот, и являетесь ли вы для своего ребёнка женщиной, а не только матерью. Вот. То есть, например, например, порядок в комнате. Зачем? Какова практическая важность порядка в комнате? Просто чтобы был возможно. Это понятно взрослым, но это непонятно ребёнку. Зачем? Зачем? Порядок в комнате. Если всё устраивает и так, если всё работает хорошо и так. Зачем? Вам зачем, чтобы у неё был порядок в комнате? Самое главное. Зачем? Зачем? Дальше. Мытьё посуды. Хорошо. Мытьё посуды за кого? Если мытьё посуды за всех в семье, это не есть хорошо. Если мытьё посуды только за себя, это лучше. Гораздо лучше. Если мытьё посуды только за себя, тогда, соответственно, если она не захотела, например, помыть посуду, да, вы относитесь к этому спокойно, говорите, ну, хорошо, хорошо. Всё. Эм, ты не захотела мыть посуду? Ну, ладно. Ничего. Страшно. Но я за тебя посуду, посуду твою мыть не буду. И потом прости, ну, будешь, будешь, ну, хорошо, хорошо, есть грязная посуда, например. Вот. И всё. То есть ребёнку нужно дать подчувствовать ответственность за то, что он делает. И не просто ответственность дать почувствовать, не просто ответственность, а именно с позиции я. То есть не ты, что ты должна, что ты должна, что ты обязана, вот это всё. Нет. Это, вот, не есть правильно. Как раз. Мне бы хотелось, чтобы ты это сделал. Мне было бы приятно, например. Если не хочешь, сразу, это твой выбор. Это твой выбор, это твоё решение. Но ответственность за него ты будешь нести сама. Да? Дальше. Прогулка с собакой. Ну, опять же, ребёнку 16 лет, да, и не очень, если честно, мне понятно, вот, чья это собака. То есть если это, если эта собака ребёнка, если эта собака покупалась ребёнку, то нужно сразу было дать ей прочувствовать ответственность за, ну, за неё, за собаку. Если вы сразу этого не сделали и, там, гуляли с собакой, например, сами не приучались, не приучили её к тому, чтобы она заботилась о ней. Или если вы её купили для себя, спрашивается, с какой стати она должна с ней гулять. Ну, у ребёнка нет привязки к собаке. Ну, нет, у ребёнка привязки к собаке. То вы будете её достаточно вставлять или что-то ещё, допустим. Если, например, по какой-то причине вы не можете с ней гулять, вы не можете с ней гулять, это уже вопрос отдельный. Тут нужно разбираться более подробно, почему вы не можете с ней гулять. Именно вы, конкретно. Вот. Потому что, ну, опять же, это всё важно. Это всё важные моменты. Понимаете? Вот. А, пока не понятно. Никогда не понятно. Непонятно. Дальше. Говорит отказывается. По какой причине, с чего это началось? Пишет, что в её жизни только один человек, который её понимает и ценит. Скорее всего, сын даёт то, что она хочет. Я даваю ей право выбора, или приезжаешь в общежитие, там можно не убираться и жить в взрослую жизнь, либо остаёшься дома и живёшь по правилам дома. Что делать, я не знал. Ну, вот, в принципе, про правила дома я вам говорил. Про правила дома я старался вам до вас донести, да, что правила дома это не цель, это не самоцель. Правила дома не должны быть самоцелью. Понимаете? Правила дома направлены на то, чтобы людям было хорошо. Если людям в результате следования этим правилам нехорошо, что правила нужно менять. Если правила не учитывают индивидуальных особенностей людей, то правила также требуется менять. Понимаете? Какая история. Вот. А иначе это получается только то, что вы правила делаете, ну, ставите правила во главу угла, короче говоря. Вот. Это, естественно, ни в коем случае не может быть верно. Далее. А, собственно говоря, прежде чем работать с дочерью, да, прежде чем работать с дочерью, прежде чем решать её какие-то проблемы. Подумайте вот о чём. Где отец ребёнка? Проводит ли он время с ней? С ребёнком? Если отца нет, соответственно, как вы, ну, взаимодействуете с мужчинами? Какое у вас духовное состояние? Счастливы ли вы? Удовлетворены ли вы? Находитесь ли вы в гармонии с собой? Мне кажется, что нет. И если это так, то вот вам причина ещё одна, по которой ребёнок так себя ведёт. Она чувствует то, что вы ей волей-неволей транслируете, и ей это, конечно же, не нравится. На самом деле не может понравиться никому. Поэтому если вы всё-таки, вот, если вы всё-таки любите свою дочь, и хотите, чтобы у неё всё было хорошо, то я рекомендую вам обратить внимание в том числе и на себя, в том числе и на своё состояние, чтобы уже начать с него, с своего состояния, да, и с этого состояния уже, отталкиваться и, соответственно, уже что-то делать. Вот. Потому что иначе, иначе вы делаете что-то для дочери, вы пытаетесь что-то сделать для дочери. Но при этом вы игнорируете себя, и в итоге получается, что вы для дочери делаете то, что, значит, то, что вам бы хотелось сделать для себя. То есть это возникает механизм проекции. А механизм проекции это далеко не лучшее, что вы можете дать своей дочери. И дочь, кстати, на вас тоже проецирует какие-то свои желания, да, то есть она проецирует на вас свои чувства. Вполне возможно. Вот. Это вот такая вот взаимопроекция происходит. Вот. И, конечно же, от этого нужно избавляться. Да? Вот. А от этого нужно чётко различать, где вот есть, где я, да, где моя, значит, ответственность, где моё дело, а где я делаю моей, в общем-то, взрослой уже дочери, которая сама может обо всём позаботиться. Вот. Ну и в этом аспекте, в этом аспекте часто помогают, во-первых, это подросток, то есть часто бывает полезно и договариваться, просто договариваться. Это первое. И второе, это снижение внимания. То есть нужно, чтобы вы снизили твоё внимание по отношению к ней и больше времени уделили всё-таки именно себе. Вот. Чем больше внимания вы уделите себе, чем больше внимания вы будете для себе, тем больше вы своим примером будете показывать, как нужно и как правильно своей дочери, тем лучше будет для вас и для неё. Собственно говоря. Вот. Очень многие проблемы решатся вот таким путём, очень многие проблемы решатся вот через подобную модель поведения. Вот. Ну опять же, опять же, опять же, вопрос заключается весь в том, хотите ли вы этого заинтересованы и чего вы вообще хотите, потому что свой запрет, как я уже сказал, вы не озвучили. То есть вот просто, что делать, пишите вы, чтобы что. Возникает вопрос, да, сразу. Что делать, чтобы что. Ну непонятно, чтобы что. Если, например, быть счастливой вам, это одно, если вы хотите быть счастливой, это одно абсолютно. Если хотите сделать счастливой свою дочь, это совсем другое. Абсолютно тоже совсем другое. Понимаете? Вот. А если вы хотите жить в мире с ней, это одно. Если вы хотите, чтобы соблюдались правила, которые вы установили в доме, это другое. Понимаете? То есть от постановки цели, вашей постановки цели напрямую зависит то, значит, какой результат вы по итогу получите. Вот. Поэтому я думаю, что задумайтесь сперва об этом, а там уже дальше будет видно, будет понятно и уже можно будет двигаться. То есть, понимая, чего вы хотите, понимая свою цель, по крайней мере, вы сможете уже поставить задачу. И, соответственно, на основании этой задачи уже можно будет что-то делать. На основании этой задачи уже можно будет работать. Ну, а на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Тер Subs Christopher Продолжение следует...